Сегодня у нас паломническая поездка по пути в Александров, и это первое место в нашей остановке. Идем на службу. Сегодня праздник похвалы Пресвятой Богородицы. Доброе утро, друзья! Мы находимся в Стефано-Махарышском монастыре. Это село Талицы, недалеко от Москвы, недалеко от Пушкина. И это церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Сейчас мы идем на службу. Ну, немножечко, сколько успею, показать территорию. Очень здесь благостно. Местное кладбище. Смотрите, как уютно. Какое небо сегодня синее купола. Посмотрите, как сияют купола. Как сегодня птицы поют. Посмотрите, как здесь все ухожено. А вдалеке памятник великомученице Елизаветы. Дело в том, что настоятельница этого подворья, ее зовут Елизавета, и она очень почитает свою святую. Идем на службу в храм. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Какое удивительное подворье. Мы просто все были в таком благостном настроении. Наверное, еще ни в одном монастыре такой обстановки мы не видели. Как батюшка проповедь пламенной говорил. Как хор замечательный пел. Какая территория. Посмотрите. Сегодня праздник. Пахлава Престой Богородицы. Как птицы поют, друзья. Первоцветы радуют. А мы идем на экскурсию еще в один храм, который проводит монахиня этого монастыря. Местный уголок живой. Должны здесь белочки, но попрятались они. Наверное, они пока в зимних домиках. Преподобные Стефаны, которые известны. Тем не менее, они жили в одно время и были духовными советельниками. Преподобный Сергий даже приходил в Стефано-Маршскую обитель для духовной беседы с преподобным Стефаном. Что касается подворья. Основной монастырь это 14 век. Подворье было образовано позднее. Это начало 19 века. Но это место известно также с 14 века. И связано оно с именем великого князя Дмитрия Донского. По истории в 19380 году князь Дмитрий шел за благословением к неподобному сергию на Куликовскую битву. Дорога, которая сейчас носит наименование Старое Ярославское шоссе, на тот момент была единственной дорогой, ведущей в Троице-Сергию Лавру. И, конечно, по этой дороге проходил князь. И не только, между прочим, князь. По этой дороге прошли миллионы людей. И паломники, и ремесленники, и простой людь. Все-все шли по этой дороге. И Талицы, где мы сейчас с вами находимся, это примерно середина пути из Москвы в Троице-Сергию Лавру. Таким образом, Талицы были выбраны для остановки, то есть для подвига. По легенде, в сонном видении князь Дмитрий увидел своего небесного покровителя, имя которого он носил, Дмитрия Солунского. И, конечно, это видение укрепило князя на предстоящий подвиг освобождения в России от татарного русского завоевания. И после победы на Куликовом поле князь Дмитрий это место не забыл. Его сын Петр Дмитриевич рекупает здесь землю, и здесь возводится деревянная часовня. Деревянная часовня освещается в честь праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Почему? Победа на Куликовом поле какой день состоялась? 8 сентября по старому стилю, 21 сентября по новому стилю, то есть в день Рождества Пресвятой Богородицы. Именно поэтому часовня деревянная освещается в честь этого праздника. Часовня деревянная изначально была передана в ведение кроицу Сергея Лавры. Сюда направили несколько монахов. Они несли здесь послушание. И при часовне был устроен постоялый двор. Для чего? Дело в том, что раньше же до постройки железной дороги была только одна единственная дорога. И очень большое количество паломников именно из стороны Москвы следовали в Троицу Сергея Лавры. И здесь местные люди, они все делали постоялые двора для того, чтобы принимать паломников, кормить, зарабатывать какую-то при этом денежку. И паломники шли, жертвовали, и в том числе здесь за часовню. И вообще часовня эта в начале 19 века передается в ведение Степана Маршского монастыря. Вот по какой причине. Раньше было у Лавры. А в начале 19 века передается эта часовня в ведение нашей обители. То есть Степана Маршского монастыря. На тот момент монастырь был мужской. И часовня, она служила сбором для основной медики. Мы идем в храм новомучеников подворья. Ранее на этом месте был деревянный храм. И, естественно, строился этот храм силами монахов основного монастыря. История этих мест связана с Дмитрием Донсковым, с Куликовской битвой, с путешествием, с паломничеством в Троте Сергия Лавры. Ну что ж, идем в храм. В 1860-х годах по благоставлению митрополита Киларет от Ростова, он, кстати, был частным гостем в Троте Сергий Лавры, и проявлял по этой самой дороге. Видя, что деревянная часовня уже решает, он предоставляет разобрать деревянную часовню совсем и на месте, над останками наших первых братьев, поставить каменное здание часовни. Таким образом, это здание 1860-х годов постройки. Изначально часовню осветил сам святитель Киларет Дроздов. И осветил ее уже не в честь праздника Рождества Богородицы, а в честь основателя нашего монастыря, предполомного Степана Маршского. И тем самым, прочно закрепил это место за Степаном Маршской обыденностью. Это маленький предел храма. Посмотрите, какие половички с любовью сделаны монахинями. Как расписано все тоже с любовью. Мы покидаем храм Новомучеников. Уютно-тепное местечко. Наша группа разделилась на две части. Половина идет в пещерный храм, а половина идет в чайную на перекус. Так что у кого духовная пища, у кого чай с пирожками. Мы перекусили в чайной. Очень вкусные пирожки с капустой, с картошкой, с яблоками. Очень много косметики, которую делают сами монахини. Она приготовлена с молитвой и на натуральных ингредиентах. Есть от суставов, от различных порезов для деток. Очень большое разнообразие. А далее нам предстоит экскурсия в пещерный храм. Сейчас там половина нашей группы, помещенец маленький, поэтому пришлось разделиться. Вот она на той стороне дороги. Вход вы видите. Это старое Ярославское шоссе. Пока есть время, ещё пройдёмся по территории. Какой же сегодня замечательный день. Ветер утих, дождя нет, солнышко светит. Достаточно тепло, птички поют. Вот вдалеке мы видим памятник Великомученице Елизавете. Но он сейчас пока прикрыт на зимнее время. Это звонница. Это монастырский пруд. Как же здесь благостно. Тихо, спокойно. Начинаются распускаться листочки. Проход закрыт, значит, нельзя подойти поближе. Водалеке сияет храм Рождества Пресвятой Богородицы. Вот такая достаточно чистая вода в пруду. Домик, вероятно, для уток. А может быть, даже лебеди здесь. Попробую подойти поближе. Наверное, здесь и вечером очень, очень красиво. Смотрите, цветочки расцвели уже. Ну, посмотрим, как сможем великомучницы Елизаветы Мари-Боганас. И еще раз памятник великомучнице Елизавете. Как нам рассказали игуменю монастыря, настоятельницу зовут Елизавета, поэтому здесь памятник, здесь есть частицы ее мощей. Райский уголок. А этот памятный крест поклонный крест установлен к столетию убиения царской семьи в 2018 году. Продолжение следует...